Всех привет и приятного просмотра, продолжаем мы проходить FIFA 19 за Гринингем. Мы продолжаем свою приятную лигу, в которой мы как раз остаемся уже по СВ на 3 очка, но при этом у них запасная игра. Там еще неизвестно, как они сыграют, а если побежать на 6 очков, если они проиграют на 3 очка. Если неча, то будет на 4 очка. Ну ладно, не будем терять время, пропускаем деньки, но при этом пока мы их пропускаем, у нас законовалось, что мы, делавшегося в моих силах, так, он ушел от нас, понятно. Пресс-конференция, мы мотивируем нашу команду, полное выздоровление, замечательно, наконец-то полное выздоровление, но со мной играть он вряд ли сможет, и еще 3 дня пропускаем. О, прозовой фонд даю, значит, у нас следующий соперник будет известен прямо сейчас. Так, окей, обновление по поводу скаутов. Так, ты у нас не зашли в жизни, тебя тоже брать не буду, тебе тоже самое. Блин, потенциал большой, но это еще не факт. Так, прозовой фонд, 9 миллионов 500 тысяч нам дают фунтов. Я не удивлен, что групповый этап дороже выходит, прозовой фонд, потому что он дольше всех проводился, и после каждого матча не дают, а тут за 2 матча нам 9 миллионов 500 тысяч фунтов дали. Это вообще замечательный прозовой фонд, прям колоссальный, потому что лига столько не даст, такая, которая сейчас голландская, грубо говоря. Это замечательно. Так, дальше что у нас? Спасибо, пожалуйста. Состав мы перейдем чуть позже, переходим к тому, чтобы я хочу посмотреть календарь. А, тут еще не написано. А вот в апреле мы играем, против ПСЖ мы играем. Опа-на, вот так вот наша судьба и встретилась. Сильный, очень сильный соперник. Как с ним бороться, тоже не знаю. Вот такие дела. Такие вот дела у нас. Ну ладно, не будем на это прошать. Значит, в этом 2 игры у нас, и там у нас 2 недели отдых, да? Ну, грубо говоря, да. 2 недели у нас отдых, тут, по идее, там кубок должен быть. Ну, а переходим к матчу. Переходим сначала к составу, который у нас будет играть. Сейчас состав у нас освеженный, только вот этот у нас центральный защитник получает травму. Ну, давайте я выпустим тебя. И состав мы не будем менять. Так, только ЦАП поменяем, и все. Ну, давайте еще нападающего поменяем, и все. Пускай это нападает ЦАП, и сыграет с этим нападающим. Посмотрим, насколько он будет способен. Посмотрим, насколько он будет способен. Переходим к матчу. Не будем терять время. Блин, центральный защитник слишком высокий, но не слишком большой опыт имеет. Донлайн, который мы выпускаем на поле. Ну, увы, тренировку так и не перевели. Ну, и фиг с ними, не слишком страшно. Так, у нас дождь, да? Да, у нас дождь, и начинается еще один матч в Лиге. Сегодняшние гости показывают лучший результат в Лиге по забитым мячам. Да, нападающие у них в этом сезоне работают просто превосходно, и мы, конечно, увидим их сегодня во всей красе. Ну, и нам показывает сейчас состав команды хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа? И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры – тоже хорошее решение. Вот он у нас, кудрявый защитник фланговый. Так, они начинают матч, если не ошибаюсь, мы в гостях. Ну что, вот и матч начинается. Мы в гостях играем. А, мы так не пос... Ну, Аякс вообще-то не посмотрели, какие матчи сыграны были и все остальное, что там произошло. Если Аякс не пропустил в том, в прошлом туре, значит, все. Мы Аякса сам лучший защиты. Это воротарь, который к ним перешел в наш. Воротарь доказал, что может и без нас играть хорошо в защите, если это он там стоит. И пришел он в хорошую команду, а тут не нарушение, блядь, а? Видели, что творилось-то, блядь? Он не толкнул игрока-то, блядь, а? Грубая игра была, блядь, но судья ничего не сделал с этим моментом. Блядь, не тошный пас. И тут он, блядь, мимо. Но мы пока с мячом. Блядь, кому ты пас дал? А по флангу что, закрыт, что ли, был игрок? Блядь, пиздец, опасно. Я говорю, блядь, что-то мы распасовку делаем какую-то. Непонятно. Слава богу. Все, слава богу, все нормально прошло. Опа. Успеваем, замечательно. Даем пас, но он на всаде был. А у того игрока нельзя мук был дать? Не, нафиг, ну надо, блядь. Мы будем давать тому, которому не надо давать пас, да? Замечательно просто. Все пиздец. Блядь, опасно становится, сколько у наших ворот-то. Погода, все, погода. И, блядь, все, саф не стартовый. Ну, нападающий у нас стартовый. Ну, вообще, то ты нападающий, можно сказать, грубо стартовый. Блядь, ну такой пас, пиздец. Вот этими такими пасами можно и... Как и в прошлой серии мы, блядь, и прииграли. Что-то хэмо, блядь, треносят счетом. А могли бы выиграть. Ну, точнее, мы их вряд ли выиграли. Они, блядь, там настроились, как хорошо. Блядь, только не травма. Заебись, еще нападающий наш. Который, в случае, забивал, блядь, Лиги Чемпионов. Это очень плохо. Ужасно. Блядь, надеюсь, ты не серьезный для травм. Очень надеюсь, потому что это пиздец. Против ПСЖ, блядь, этих французов сражаться очень трудно будет. Вот и лучший командир Лиги. Это лучший командир Лиги Чемпионов. Блядь, который можно потерять все, потому что... Получил травму в этом матче, блядь, выпустил его, блядь, поиграть в Лиге. Называется. Он был куплен, чтобы играть в Лиге Чемпионов. Так что этот игрок, блядь, может не справиться. И мы не забиваем гол. Я хотел сказать, что мы забили, но, увы, мы не забиваем гол. Жаль, очень жаль. Блядь, все пока разбежались. Он пока перернулся, блядь, посмотрел на мячик. Забрал мячик, положил мячик его на землю. И дал спокойный пас, который, блядь, не ожидал никто, да? И тут уже сам никто не ожидал ничего. Заебись. Неплохой был пас, но соперник хоть в передачу прочитал. Может получиться интересная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Да, супер. Вижу, вижу, по флангу. И мы забиваем гол. Конечно, не так хотел, но все равно тоже хороший вариант. Чтобы забить гол. Сейчас мы увидим более открытый футбол. Великолепный гол, прекрасно сыграно. Смотрите, слева фланга великолепный навес штрафной. Да, и его оставалось только замкнуть. Чем проблем вообще не возникло. И смотрим повтор гола. Отличный навес, и удар оказался точным. Молодчина, поздравляем тебя с голом. Разыграли мы хорошо. На 35-й минуте мы забиваем гол. Бля, ну мяч-то куда скотчить-то, бля, непонятно. Тут хороший пас. Бля, ну это не проходит у нас. Это пас нам не проходит, но мы с мячом самое главное. Пока мяч у нас, мы можем не бояться. И есть поддержка у этой атаки. Хороший пас, но при этом перехватили спокойно. Соперник, и мы тут перехватываем. Бля, не успевает игрок. Очень плохо. И мы опять без мяча. У нас перехват замечательно. В атаку, контратака, но у нас ничего не уходит. Пас опять просчитан был. Две минуты нам добавляют дополнительное время. В первом тайме. Который сейчас будет закончиться. Пока все добегут, блядь, уже свистеть пора. И вижу пас. Вижу пас, блядь, ебать его нахуй. Перехватывает меня, и свисток. Окончание первого тайма. Дамой, это у нас 1-0. Да, такое ощущение, что вообще нет уголовников. Ну что, переходим мы. Так, я не посмотрел, там по СВ играло. Переходим ко второму тайму. Дождь, конечно, должен внести свои коррективы в игру. Посмотрим, как использует такое состояние поле футболистов. Да, это действительно так, но погодные условия одинаковые и для их, и для других. Хорошо увидел партнера впереди. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. И... Блядь, ну так пробить, пиздец. Это уголовок. Так пробивать нельзя вообще никак. Продолжаем дальше. Удар. Выше ворот. Выше ворот. Снова. Врата справляется. И тут бред. Ну тут как так, а? Я сам не понимаю. Сам не понимаю, как это случилось. Почему мяч-то ушел от нас. Блядь, ну я же победил эту матч. Ой, бля, мячики. Блядь, ну как так, блядь, нелепо-то получается-то, блядь? Такие моменты. Такие ошибки делает команда противника. Мы какую-то фигню творим. Вот что за пас-то был здесь? Заебись. Ну это Иванова, он перехватил. Блядь, и тут-то, блядь, мы этот мяч-то должны себе уже иметь опять. А тренер-хозяев тем временем готовит замен. Игрок уже у кромки поля. Мы уже заменили нападающего, блядь. Хуёво, блядь. Очень хуёво. Не хотелось бы его вообще терять до конца этого сезона. Хороший пас, продолжаем мы находку. Ещё один насквозной. Не, ничего у нас не получается. Пошли последние полчаса игры. Центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Ай, бля. Фигово. Ну что ты, блядь, пас, ты не можешь дать, блядь. А мы ещё нарушили, да? Надо гид думал. Так, ладно, переходим мы на паузу. Смотрим, кого можно заменить в данный момент. Ну, я был, конечно, его в упуске. Ну, давайте его всё-таки в упуске. Пускай сыграет он у нас в этом матче. Надеюсь, ты нас не прокорешь. Точнее, не обострёшься у нас. Наши матчи очень важны. Матчи на самом деле, потому что нам нужны победы, победы и победы, чтобы догнать первое место и перегнать его даже. Мы меняем, потому что это игрок уставший. Это у нас помоложе. И энергии больше. Продолжаем мы, блядь, хороший был пас. Блядь, он... Ну как так можно было делать, а? В активном режиме никто не выбрасывается вперёд на мяч. Вперёд идёт атака. Блядь, я же уходил от него, хотел уйти. Чё игроки творят, я не понимаю. Нажимаешь на то, а не делают другое. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перекват был хорош. Да, вообще просто, такой переклад был пиздец. Да, прочитал, прочитал. Нет, тут ошибка нашего паса. Громко сейчас на трибунах. Гонят болельщики вперёд твою команду. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный переклад. Ну и всё, конец матча. Ну, точнее, наши атаки конец матча. А если залетел бы, вообще, было бы супер. Вижу, вижу тебя, всё замечательно. Блядь. Вот вообще ничего не идёт, не везёт нам. Может получиться интересная атака. Ну, куда ты такое делаешь, а? Пас проклятый. Всё, увы, мяч уходит. Так, у них замена. У нас замены не будет. У нас замены больше не будет в данный момент. Я не буду менять никого. Надо заебись. Ну, мы с мячом. Блядь. Где перехватывают, а? Ну, мы со мной с мячом. Вот всё решится в концовке. Ух, какие напряжённые минуты нас ждут. Решать тут нужно. Ааа, так высоко. Так высоко. Аминь его в окончательную точку поставить. Забей он тут, и ещё больше бы они увеличили своё преимущество. Конечно. Забили бы гол, блядь. Здесь бы вообще сумма... А чумена было бы. Не. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлетняя. Супер. Ну да, было бы замечательно, если бы он бежал бы туда, прям в атаку бы. Да, блядь, пасы пиздец. Я думаю, у нас будет 70% где-то с чем-то, блядь, ебать. Вот эти пасы. Они кривые есть в этом матче до ужаса. Где-то атака флангом. Тут есть свободная зона. До набадающих мяч не дошёл бы. И носит его сразу же из штрафа. Всё, если что, побеждаем в этом матче, это 1-0. Ну, 3 очка у нас в кармане. Это самое главное. И ты не делаешь победитель в сегодняшнем матче. Хотя ничья была бы справедливым результатом. Согласен? Согласен, знаешь, я считаю, что всё по делу. Больше создаёшь, больше забиваешь. И именно это они сегодня и делали. Прощай, команда. Так, этому, конечно, видео не особо интересно. Тут ничего не было. Общие сведения. Что у нас по общей сведения? 0-1 по голам. 6-7 ударов. Удар в слой 3-3. 0-1 мяч 43, 57%. Бой мяча 8-7. 0-6-1-0. Трама 0-1. Обзад 0-1. Уголы 0-2. Тоже удары 50-42%. Тоже пас. 83-84. Даже у нас лучший пас, чем у них оказался. Блин, я думаю, где-то под 70 у нас будет пас. Вообще, просто корявый у нас был он. Ну ладно, ничего страшного. И тут ПСВ побеждает, самое главное. ПСВ побеждает. И у нас изменения, да, на 6 очков такие ничего не изменилось. Ну, а Якс у нас 27. И что, он пропускал? Нет, он ничего не пропускал. У него вся лучшая защита в данный момент. Вот такие дела. Здесь они полуфинал. А Якс ПСВ будет играть. Нифига себе полуфинальчик. У них удался. Ну, тут это понятно. Это просто так. Ну, это, блядь, суперкубок. Реал Мадрид победил его. Это лиги чемпионов, которым мы будем участвовать в чатах полуфинал. А тут кубок УИФа у нас. А кубок УИФа у нас Эвертон. Или Астерсити, блядь. Офигеть. Ювентус. А, Ювентус, да, третье место занял. Динамо Киев здесь. Нифига себе. Шальки на 4. Реал Мадрид здесь. Ёпта ему. Что творите-то? Ну, ладно. Что мы будем делать? Переходим к развитию игрокам. Читаем новости. А потом будем еще... Готовиться к второй игре. Давай тебя проточаем. Тебе. Все? Плохо, плохо все. А потом вратарьи очень плохо потренировались. Окей. Что у нас по новостям? У нас игрок травм на 8 и 9. Два месяца. Скорее всего, блядь. Или в конце он выйдет. Или в конце он... Сезон вообще не выйдет. Ну, это очень плохо. Про мое время. Ну, понятно про тое время. Ну, что, пропускаем дальше? Бля, очень обидно. Очень обидно. За игрокам, конечно. Хотя, в общем, он с нами играл. Хотя, в общем, он боролся. Но, увы, придется Лиге Чемпионов без тебя играть. Обновление по поводу отчетов скаутов. Давайте посмотрим. Тебя нет. Тебя тоже нет. Нет. 17 лет, тем более. Так, помню. Здравления не замечать. Пресс-конференция. Так, это отмена. Мотивация. Окей. Продолжаем в том же духе. Так, что у нас по составу? По составу у нас не очень свежий. Точнее, свеженький. Но при этом... Ну, давай ты тут у нас останешься в данный момент. Так, что у нас под центрального повозащитника? Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Вратарь у нас меняется. Пусть постоит. Так, центральный защитник тоже меняется. Да. Правый. И левого поменяем. Вот, наконец, твое время пришло. Пиздец, да? Был, был, был у нас. Старался, старался, старался. Поднялся до запасного. И вдруг тут мы решили покупать игрока нового. И он спустился опять в зеркал. Все хочет стартовый состав. Но вот ты можешь в этом промежутке как раз и получить его за 8 недель до 2 месяца. Который у нас имеет травмы в игрок. Такая ситуация. Ну ладно. На этой ноте я останавливаю запись. Увидимся в конце лучших моментов матча. Ну что, господа. Мы снова здесь. Давайте посмотрим, что мы этот матч. В 10-й минуте мы забиваем быстрый гол. Вот так оно и произошло. О, блядь, отчина, блядь, забивает у нас 19-й гол. Окей. Продолжаем дальше. На 19-й минуте еще один гол мы забиваем. Простите. Нихуя он, блядь, это как так было-то? Он своей спиной что-то забил гол? Ну что, у меня не был момент. Так, желтая карточка. Это понятно только за что? Я так не понял. А, за эту. Блядь, ну тут срыв атаки. Ну а что-то срыв атаки не произошел. Мяч дошел. Ну он без мяча, блядь, тут уже на... Ну красный в ряд ряд дал, потому что желтый он потом только отдал. 41-й минута. Еще какое-то нарушение здесь у нас. Соперник среагировал. Один отыграть можно. И промах. Не, промах, промах здесь, тут промах был. Здесь просто был промах. Он промахнулся, точнее, поворотом. И тут у нас промах от нашего игрока на уже 58-й минуте. Не ошибаюсь. И это второй тайм у нас. Чуть-чуть не хватило, как всегда. Это как-то боком бежит, блядь. Пиздель, видали? Скоса, блядь. Так, продолжаем мы дальше. Противник теперь нас атакует. Это был удар. Ни туда, ни сюда. Угол слишком... Угол слишком, блядь. Еще игрок на нем висел. Так, и на 72-й минуте мы снова забили гол. Был отричный пас. Два паса. И это тому, тому и обратно. И все, и гол. Просто замечательно. Вот такой пас. Еще один пас и обратно он навесом дает. Прям замечательно просто. Когда он делает дубль, если не ошибаюсь. Делает этот игрок дубль. Надеюсь, ты будешь готов против ПСЖ играть. Надеюсь на это очень. Так, промах на 86-й минуте. Это наш игрок промахнулся. Только как здесь промах... А, а, вот что. Ну да, тут, блядь, слишком высоко. Тут надо было бить. Не знаю, может с ноги слетело у него, блядь. Грубо говоря, так можно сказать. Ха. Вылетело. Ха. Ну ладно. Ладно, окей. И все. Да, больше у нас особо ничего не было. 3-0 мы в этом матче побежали. В общем, сведения у нас 3-0 по голам. Ударов 7-6. Ударов створ 5-2. Владимир еще 49-51%. Более мяча 8-9. Нарушение 0-2. Желтый качок 0-1. Овсядый 2-0. Угловые 1-0. Тоже удары 71-33%. Тоже пас 84-81%. Вот такой у нас матч произошел. Мы опять зарабатываем 3 очка. Это просто замечательно. Наших тут основных противников нету. Но сейчас посмотрим по таблице, как у нас вообще идет ситуация. И развитие игроков, да? Сейчас развитие игроков сделаем. Ага. Так. Вот он отчоп. Вызарил уже. Даже можно его поставить на тренировочку. Сейчас его поставим. И в артаря. Замечательное. Ну, повышение у нас только левого пола защитника получает. 71 общего. Окей. Вот одно повышение. Самое главное, что оно есть. Так. По таблице смотрим. Ну, по таблице без изменений, да, но мы находимся на втором месте. Грубо говоря, мы сыграли матч. Эти еще PSV и Ajax не сыграли матч. Но если Ajax победит в этом матче, у нас разница будет 3 очка. А эти PSV 6 очков. Ну, такое у нас просто событие. Четвертое место. Мне вообще не грозит, да, но это мы уже далеко оторвались от них. Даже Ajax оторвался. Если в любом выиграть, он вообще там на больше 10 очков будет. Целых на 11 очков разница. Да. Верхушка турнирной таблицы у нас все накаляется, накаляется. Но PSV не сдает свои позиции в данный момент. Как и Ajax дышит нам прям почти в спину. Чуть-чуть не хватает ему. Если он выиграет этот матч, он приближится на 3 очка к нам. Это не очень хорошо на самом деле. Но мы все-таки больше всех забиваем, но меньше всех не пропускаем. А Ajax у нас меньше всех пропускает в этом матче. Так, что хотел я еще посмотреть. Хотел посмотреть. Да, 20-ка. Да, да, да. Он только что перегоняет человека. Ну, игрока нападающего, потому что у него было 17. Для этого матча он сделал дубль и зарабатывает 20 голов. 24 матча у него. Да, и он становится первым местом по бомбардиров. Ну, ладно. Что, на этом ноте, я думаю, остановимся. Письмо прочитаем в следующей серии. Думаю, всем удачи. Пока увидимся в следующей серии. Трик про рождение. Всего удачи вам. И пока.